Цегламенская библиотека номер 16 представляет Веков связующая нить У празднично-обрядовой культуре поморья Поморы издавна заселяли побережье Белого моря. Они были искусными судостроителями и мореходами И, по легенде, первыми достигли полярного архипелага Шпицберген. То, что поморы жили вблизи морей, и то, что вся их жизнь зависела именно от моря и от их мастерства справляться с ее непослушным характером, отложило свой огромный след в их быту и традициях. Одежда, постройки, календарь, работа, промышленность, обычаи, обряды, речь – все имело свои особенности. В этих краях даже сложился особый психологический тип человека, который привык к суровым климатическим условиям и к изменчивому нраву моря. Многие путешественники и исследователи отмечали смелость, креативность мышления, предприимчивость и свободолюбие поморов. Вся обрядовая культура жителей моря зависела от поморского календаря. У земледельческих групп русского и иноэтнического населения в период их переселения в неземледельческие области севера и адаптации в новых условиях неизбежно происходили изменения в традиционной календарно-обрядовой системе. Ведь промыслы стали играть более существенную роль, чем земледелие. Хотя осмысление природных явлений и смены сезонов годичного цикла, а также практический опыт крестьянина-земледельца, сообразующего с ними свои занятия и отдых, остались каркасом и для поморского календаря. По земледельческой схеме распределялись в поморье, как и вообще на русском севере, все занятия и работы, не связанные с водными промыслами. Наряду с земледельческой основой, точнее с аграрными представлениями, определившими годовое членение и традиционно обрядовую насыщенность сезонов, в поморском календаре можно выделить еще две составные части, собственно промысловую и праздничную. Они характеризовались разной степенью зависимости от земледельческой основы. Развитие каждой из них представляло собой довольно самостоятельный процесс. В то же время они были взаимообусловлены и влияли друг на друга. Если каркас поморского календаря являлся постоянной и неизменной его величиной, то промысловая и праздничная стороны развивались и изменялись. Именно их изменения и привели к отличиям поморского календаря даже от северно-русского. Как уже и было сказано, поморский календарь делился условно на две части промысловую и праздничную. В девятнадцатом начале двадцатого века праздничный поморский календарь состоял из основных дат и событий, известных по общерусскому годовому праздничному циклу. Осенний-зимний период включал в себя праздники Покров, Никола Зимний, Святки, Новый Год, Крещение, Масленица. Весенний-литний период включал в себя праздники Пасха, Никола Вешний, Троица, Иванов, Петров, Ильин Дни и Успение. Основные праздничные циклы, развитые в обрядовом отношении, в которых участвовали все жители села, концентрировались в осенне-зимнем периоде. Среди них выделялись Святки и Масленица. Многих весенне-летних обрядовых комплексов и праздников, известных по земледельческому календарю как Купальские игры, Егоревские обходы домов и другие в Поморье не было. Другими словами, праздничный год Поморского календаря предстает как бы в обедненном виде. Это объясняется многими причинами, природно-климатическими и хозяйственными. От конца XVIII века сохранились весьма немногочисленные и неполные данные о праздниках календарного года в некоторых поморских властях. Поскольку преследование церковью и властями бесовских игрищ заранее исключали возможность признания в существовании языческих праздников у местного населения. Обратимся теперь праздничным обрядовым циклом осенне-зимнего периода. Святками в Поморье считалось время либо с Варварина дня 4 декабря, либо с первого дня Рождества 25 декабря. Зависело от территории проживания. Повсюду святки длились до сочельника крещения. По народным верованиям святочные вечера делились на святые до Васильева дня и страшные. В святые вечера происходили зимние обходы дворов, единственный сохранившийся в Поморье обряд древнего происхождения, который имел мало признаков аграрной природы в обрядовых действиях и фольклоре. И тем не менее, зимний обход дворов был вполне живучим и повсеместным явлением в Поморье еще в начале 20 века. Повсюду в его исполнении принимали участие все полувозрастные группы данного селения, дети, подростки, взрослые и даже старики. Славление всех полувозрастных групп по дворам имело одно название славление, славить. Славление происходило утром, днем и вечером. Дети бегали группами или в одиночку с утра, выкрикивая, тетушка, благослови Христа прославить, и складывали наславленное в особые мешки, кисы, каталки. Также детям, кроме пирогов и шанижек, могли подать и козули, фигурное печенье в виде коров, кос и других животных. Мальчики и взрослые мужчины нередко носили с собой рождественскую звезду из разноцветной бумаги со свечой. Молодежь обычно ходила славить днем, разбиваясь на кучки или по полу, или по социальному положению в общине. Парни нередко возвещали о приходе звуком рождественской трубы. Так молодежь старалась ходить по домам, где были женихи и невесты. Славящих девушек приглашали в избу, где их наделяли калачами, печеньем. За это девушки припевали живущему здесь жениху невесту или наоборот. Повсеместно в Памуре еще в начале 20 века было распространено ряженье, но степень его развития была крайне неравномерной. В святые вечера ходили тихие, чистые ряженые. Они обычно назывались гулельщики или хухольники. Грязные ряженые ходили в страшные вечера и имели в Памуре разные названия. Существовали в Памуре различные виды зооморфных конь-бык и антропопоморфных масок. Довольно широко было принято переодевание мужчин в женщин и наоборот. Из гаданий были убраны аграрные мотивы. Зато повсеместно бытовали гадания в бане, в зеркало, на сон и так далее. Из новогодних обычаев любопытна встреча Нового года на Поморском берегу 1 января. Новогоднюю елку украшали мерзлыми рыбами корюхой, навагой. Два человека наряжались старого и молодого годы. Старого отвозили на самый конец деревни, вверх против течения реки, а нового вниз. Затем первого провожали, везли обратно через деревню, то есть вниз по течению. Собравшиеся жители бронили или хвалили его. После этого встречали Новый год и кидали шапки. Девушки махали платками и радовались. Святочный период завершался в крещении купанием в Ердане грязных ряженых, а также давших обед искупаться за выздоровление родных, удачу в промыслах и тому подобное. Николины дни после крещения играли также большую роль в сельскохозяйственной и промысловой жизни поморского населения, его общественном и семейном быту. С других Никол, как, например, с внешнего Николы начинался выгон скота, а на весеннего Николу распределялись и продавали сенокосные угодья, проходили общинные праздники. Повсеместно в поморье вешний Николы считался началом летних гуляний, хороводов, а с зимнего Николы начинались святочные вечеринки. Масленица сырная неделя считалась в поморье большим праздником. Никто не работал даже по хозяйству. Готовили огромное количество еды, обязательно блины, ходили в гости друг к другу и смотреть на развлечения молодежи. Почти повсеместно масленица называлась народе еще и катальной неделей, так как гуляния на лошадях происходила ежедневно и было обязательным. Жжения же костров, а тем более соломенных чучел и леснопов не было. Весенний летний календарный цикл у поморов был довольно беден на праздники, потому что начинался промысел. В особо святые дни, благовещение, например, женщины строго следовали общепринятым правилам не работать, не прясть и производили обрядовые действия обережного характера. На поморском берегу благовещение отмечали большой стрепней и кулебяками. Пасха открывала время уличных общественных гуляний, где главную роль играла молодежь. Качались на качелях, угощались складчину, девушки катали, а парни устраивали бой в яйца, ходили на колокольни, пели песни и звонили. Поскольку весенний летний период в неземледельческом поморье не содержал никаких аграрных праздников и обрядовых комплексов, то праздничный цикл состоял из обедных, престольных праздников, молодежных гуляний и сугубо поморских праздников. В престолы все жители ходили в гости к празднующим, летом поминали усопших на могилах, угощались во всех домах, собирались на местах, где происходили девичьи игрища, круги и хороводы. Большие игрища устраивались, как правило, на Николу, Троицу, Ивана в день. Собирание трав, листа, веников было распространено в поморье повсеместно. Состав и количество трав зависело от их естественного произрастания. Вместо венков в некоторых местах поморья гадали на березовых вениках. В Иванов день бросали их через плечо в воду и даже сами кидались за ними, чтобы не утонули. Мы рассмотрели только небольшой плац празднично-обрядовой культуры поморов и выявили, что в поморском календаре мы находим основные черты, общие для всего массива русского населения и черты отличные, возникшие в результате особенностей формирования поморов в новой географической среде, в окружении иноэтнических народов и контактов с ними, на новой хозяйственной основе. Замечательной особенностью поморского народного календаря было, с одной стороны, сохранение архаических черт, исчезнувших на основной территории расселения русских, с другой, позднее формирование новых календарных праздников и обрядов, органически сливавшихся со старыми праздниками года. Субтитры создавал DimaTorzok